Всем привет! Слышно нормально? Куда-то там надо двигать. Собственно, тема у нас такая, что вообще происходит и что должно происходить от идеи до попадания в бэклог. И почему я вообще про это могу говорить? У меня продуктовый опыт, но уже больше 10 лет. Притом как в стартапах, так и в корпорациях, и в разных видах корпорациях. Как в продуктовых, так и не в продуктовых. Так, а чтобы я немножко лексику лучше подбирал, скажите, а кто в стартапах работает? Ага, а кто в корпорациях работает? А кто в агентствах работает? Ага, из агентств никого нет. Окей. Все, тогда все проще. Значит, смотрите. Есть очень классная проблема, которая есть и по сей день, что если что-то идет не так, бизнес все время винит IT. И фишка в том, что проблема-то зачастую, ну на моей, по крайней мере, практике, из того, что я вижу, проблема вообще не в IT. Проблема вообще не в разработке, а именно в той ценности, которую бизнес закладывает в рамках тех фичей или разных инициатив, которые они делают и пытаются доставить до клиента. И проблема в том, что зачастую, ну давайте так, примерно 80% разных инициатив от продуктов не имеют никакой ценности для клиента. Они зачастую абсолютно не верифицируют свои идеи, которые к ним приходят, они такие пальцем в небо ткнули, такой, о, а вот надо вот это сделать. Либо их руководитель приходит и говорит, надо зарелизить эту фичу, потому что вот тот банк сказал, они зарелизили, надо и нам зарелизить. И таким образом очень часто мы попадаем в ситуацию, я ее обожаю, если честно. Вот помните, у телеком-операторов, у Билайна, Мегафона и МТСа был, значит, такой сайтик с тремя тарифами. И фишка в том, что как бы, ну там были мегабайты, минуты, еще что-то такое. Собственно, первый, по-моему, это выпустил Мегафон, потом начали все друг у друга копировать. И фишка в том, что это работало отвратительно, там была невероятно низкая конверсия, и она была невероятно низкой у всех трех телеком-операторов, потому что никто не верифицировал вообще хорошее это решение или плохое. Они просто это решили скопировать в какой-то момент, и метрики у всех были отвратительные. И фишка в том, что в зависимости от того, как бы, что мы делаем, у нас разные уровни работы над ценностью. Мы можем как бы что-то чинить, это когда у нас там что-то упало, что-то отвалилось, и мы понимаем, какая есть ценность, она уже была, мы уже умели ее давать, и тогда мы просто чиним, и нам как бы важно сделать это как можно быстрее. То есть там как бы стопроцентное попадание в ценность для клиента. Есть история, когда мы догоняем, это когда мы делаем некоторую гигиену в рамках продукта, когда уже рынок к чему-то привык, и нам как бы тоже нужно это реализовать. Там в целом как бы уровень риска не очень высокий, потому что есть накопленный клиентский опыт на рынке, и мы его реализуем. Там можно пробовать его адаптировать под наши реалии, но там как бы в основном важнее как бы скорость, потому что там низкий уровень риска. Следующий шаг – это когда мы уже как бы на рынке сделали все то же самое, что и остальные, и нам нужно как бы углубиться в каком-то конкретном клиентском сегменте. И тогда мы закрепляемся, и там можно, как бы там есть задача найти ценность, которую еще как бы мало у кого есть, как бы что-то немножко улучшить. И там как бы уровень риска сильно выше с точки зрения определенности, с которой приходится работать. И четвертый уровень – это когда вы делаете что-то, что вообще никто еще никогда не делал. Когда у вас есть R&D, в рамках которого вы пробуете захватить рынок, сделать там, не знаю, там новый тип айфона, новые летающие самокаты, летающие автомобили, там еще что-то. И суть в том, что там как бы ценность вообще непонятна, в каком виде все это надо делать. И по-хорошему как бы бизнес должен эту ценность прорабатывать. И я вам сейчас расскажу как бы поглубже, а как конкретно это происходит. Собственно, в зависимости от того, насколько велик риск, на рынке есть два подхода. Есть проектный подход, когда мы точно знаем, что надо делать. И с 100% или 90% вероятностью мы понимаем, какой мы ожидаем результат. И это как бы PMBOK, я думаю, всем он вам знаком. Выполнить задачи, скопы в бюджет и в определенное время. И там в рамках работы в разных корпорациях как бы что-то пересогласование занимает довольно много времени, потому что как бы все эксперты, все понимают, что мы хотим на выходе. А есть продуктовый подход. Когда вообще непонятно, что делать, у нас есть как бы понятная какая-то измеримая цель. И наша задача нанести ценность клиенту. И мы на самом деле свободны в рамках того бэклога, которым мы управляем. Собственно, мы можем делать все, что угодно. Главное, скажем так, добиться целей по нанесению ценностей и там разного рода бизнесовых показателей. И тут как бы в какой-то момент на рынке многие компании пришли к тому, что проектный подход реально уже не так эффективно работает, потому что как бы у всех все одинаково, все старые инструменты работают не очень хорошо. Надо придумывать что-то новое для того, чтобы захватить рынок. Потому что высокая конкуренция уже настала. И, собственно, все пошли в продуктовый подход. И вот как бы вопрос. Что такое продукт? Вот как бы вы, ну так, на секундочку просто задумайтесь, что для вас вообще продукт? Как вы его характеризуете для себя? Какими свойствами он обладает? Как понять, что продукт, а что не продукт? Как вообще это отделить в принципе? Вот, например, платформа – это продукт или не продукт? Личный кабинет – это продукт или не продукт? Карта, не знаю, поисковая система на сайте – это продукт или не продукт? Так, хорошо. А кто считает, ну давай, какая вариация какая? Бесконечный цикл развития чего-то. Ну, технологию можно развивать тоже бесконечно. Циклично можно развивать технологию. Ну, там просто микрофонов у вас нет, поэтому сложно так немножко. Но все, что можно продать. О, вот это хорошая штука, мне нравится. Потому что на самом деле все, что можно продать, обычно имеет какую-то ценность. И очень, как бы, мне определение, которое мне нравится, то, что продукт – это нечто отделимое, имеющее собственную ценность, там, товар или услуга, которую можно предложить клиенту для решения определенных задач с ценой и изучением выгоды. То есть продукт может либо зарабатывать, либо экономить, ну, в каком-то смысле. Но тут, как бы, важный момент. А кто клиент? И вообще, какие виды клиентов у нас бывают? И относительно этого можно выстраивать разную типологию продуктов и разную типологию ценностей, которые мы с вами оказываем. И суть в том, что в любой компании можно продукты поделить на четыре типа, в зависимости от того, кто у них, как бы, целевая аудитория, кто у них клиент. Если это прямой, там, клиент на рынке, там, физлицо, ну, или, там, компания какая-то, то это коммерческий продукт. Если это продукт, который напрямую не зарабатывает, но помогает другим продуктам, там, не знаю, льет трафик, это какие-то личные кабинеты, еще что-то такое, так называемые каналы или витрины, или еще что-то, собственно, это тоже подвид продукта, просто без прямой монетизации. Может быть, платформа. У платформы целевая аудитория — это другие продукты, либо другие команды, которые используют, собственно, ресурс платформы для решения своих каких-то задач. И могут быть внутренние продукты, которыми пользуются сотрудники компании, типа, там, не знаю, какой-нибудь 1С, там, еще что-нибудь, Zeebill какой-нибудь, нет, Zeebill к платформе относится. Ну, собственно, не знаю, корпоративный портал, это является, там, внутренним продуктом, там, для сотрудников, для того, чтобы вы, как компания, как система, могли эффективно работать. И, собственно, в, как бы, любой из этих продуктов раскладывается с точки зрения работы с ценностью на, вот, верхнеуровнево, на три очень простых блока. Первый — это клиентский сегмент. У каждого клиентского сегмента есть какая-то проблема. И для того, чтобы решить, там, ту или иную проблему, есть отдельное свое какое-то решение. И фишка в том, что верхнеуровнево, простыми словами, работа над продуктом и над ценностью превращается в игру в замочки. Когда мы, по факту, подбираем каждому клиентскому сегменту, находим, какая у него проблема, и под эту проблему находим решение. И фишка в том, что здесь, как и с чемоданчиками, как с замочками, если на каком-то уровне что-то идет не так, продукт не взлетает, он не продается, он никому не нужен, никто им не пользуется. Поэтому задача бизнеса — приносить историю с валидированным клиентским сегментом и проблемой его, а дальше совместно с вами пробовать решать эту проблему. И таким образом бизнес-IT совместно раскрывает вот этот вот замочек к международному господству и успеху. И когда мы работаем над продуктами, есть фокусные направления, на которые мы смотрим. Здесь я вам дал просто определение продукта, наиболее общее, которое, в принципе, подходит куда угодно. Так вот, собственно, нам что важно всегда знать? Нам важно всегда знать целевую аудиторию продукта, ее сегменты и ключевые особенности, ключевые проблематики. Собственно, выявлены проблемы клиента в каждом клиентском сегменте, но фишка в том, что наши продукты зачастую решают далеко не все проблемы клиентского сегмента. Есть много вещей, которые мы решать не можем. И как бы нам важно отделять просто проблемы клиентского сегмента и понимать их контекст, и понимать, что мы решаем в рамках нашего продукта. Собственно, в чем ценностное предложение, какая конкретно функциональность, за счет которой мы эту ценность доносим и решаем эту проблему. И место продукта в портфеле компании. Так как вы здесь в большинстве своем из корпоративной среды, собственно, место продукта в компании тоже очень важно, потому что продукты сейчас стараются строить экосистемы, взаимодействовать друг с другом и совместно наносить большую ценность. И есть проблема, что далеко не так просто верифицировать, в принципе, ценность продукта и сделать что-то полезное. Потому что мы очень все любим галлюционировать и очень любим опираться на свою собственную экспертность. Но вероятность успеха от нашей экспертности не больше 10, ну, редко 20%. Это значит, что только там 10-20% идей реально хорошие. Все остальное, как бы, пальцем в небо. И, собственно, как выглядит процесс управления продуктом. Здесь тоже, на самом деле, верхний уровень, мы потом опустимся еще на уровень глубже. Собственно, есть у нас какая-то идея, она как-то родилась. Не знаю, вы ее придумали, продукт ее придумал, какой-то стейкхолдер, начальник, руководитель ее придумал, клиент ее придумал, как-то еще. И мы решили, что эта идея хорошая, по какой-то причине. И дальше, собственно, есть несколько этапов, которые должна пройти идея. Этап номер первый – это цикл верификации проблемы. Как бы, в рамках, какую проблематику закрывает эта идея, и есть ли эта проблема на самом деле у клиентского сегмента. И, по факту, в рамках первого цикла бизнес должен ответить на вопрос, как бы, сегмента и проблемы, и верифицировать эту историю. И только когда они верифицировали, то есть они подобрали первое вот это вот из трех составляющих, первое взаимнооднозначное соответствие, дальше они приходят, как раз-таки, начинают привлекать разработку на этапе, а какое конкретное решение закроет конкретную проблему, как конкретного клиентского сегмента. И это второй цикл, тоже состоящий из этапов solution discovery, concept validation. И, собственно, на выходе из второго цикла появляются так называемые MVP, которые тестируются, ну, по-хорошему. Кто-то сразу в прот катит, но это своя специфика. На выходе появляется MVP, и MVP тестируется, и если все хорошо, собственно, мы идем дальше, там может быть разветвление. Нам либо нужно тестировать каналы привлечения и понимать вообще, мы умеем привлекать клиентов или не умеем привлекать клиентов. Потому что если мы не умеем привлекать клиентов на наши решения, то вообще нет смысла даже до нормальной разработки это доводить. Это, собственно, этап 5, 5.1. Либо, собственно, все хорошо, мы все умеем делать, все классно, и тогда мы уже формулируем непосредственно сами требования к продукту. Мы составляем бэклог или пишем там BFT, TZ и так далее и тому подобное, и оно там дальше в рамках приоритетности попадает в деливери, потом оно попадает в релиз. Собственно, после релиза проходит какое-то время, накапливается статистика, и мы смотрим, а как это на самом деле работает на масштабе с точки зрения ценности и решения проблемы клиентского сегмента. И тогда запускается еще один цикл, цикл эволюции продукта, это когда мы докручиваем наше решение с точки зрения метрика каких-то составляющих до целевого значения. И дальше, соответственно, итеративным путем мы достигаем наших тактических, стратегических целей, ну или метрик каких-то, которые перед нами стоят. Итак, если мы с вами погрузимся в первые два цикла глубже, то что там вообще происходит или что там вообще должно происходить? Собственно, есть генерация идей, составляется определенного рода бэклог, там гипотез на уровне идей, что вообще можно поделать. А он приоритизируется, смотрится, а что вообще на рынке по этому поводу есть. Может быть, что-то уже конкуренты сделали, может быть, объем рынка вообще недостаточный для этой идеи. То есть идет сначала такая бизнесовая оценка, а потом проблемная. Ну, проблемная в смысле, есть там проблема или нет. И идея переформулируется уже в некоторую гипотезу проблемы какого-то клиентского сегмента. А потом, в зависимости от гипотезы, используются инструменты валидации этой проблемы, верификации. Это могут быть интервью, это может быть устроение кастом-джерни-мэпов, это может быть продуктовая аналитика, это могут быть там разные рода опросы, количество исследований и так далее. И дальше по итогу выхода цикла может быть несколько развилок. Развилка первая. Вы решили, что проблема есть, но она для очень узкого количества людей. И она вообще вас не приводит к никаким бизнес-целям. И тогда как бы она дальше никуда не идет, до разработки вообще не доходит, и мы берем какую-то другую гипотезу новую. Либо как бы все хорошо, нас устраивает, мы подтвердили, что проблема есть, мы подтвердили, что она касается большого количества людей, имеет смысл вообще ее решать. И только тогда мы переходим ко второму циклу. И вот уже во втором цикле по-хорошему как бы должна подключаться разработка, тимлиды или CTO, ну или хотя бы люди, которые вообще понимают немножечко в архитектуре продукты. Потому что по факту уже на втором этапе должна быть история, когда мы строим некоторые MVP, которые должны хорошо ложиться на корпоративную архитектуру. И потому что если вы сделаете MVP, которые не очень ложатся в корпоративную архитектуру, то толку от этого MVP на самом деле не очень много, с точки зрения логики хотя бы. Потому что могут быть разного рода решения, и экономика на MVP может сходиться, но на большом решении не сходится, и нет смысла туда реализовывать. Так вот, и в рамках второго цикла что происходит? Мы генерируем гипотезы, а как конкретно это можно решить? В идеале, конечно, там, не знаю, CTO, например, это делать, ну, верхнего уровня. Собственно, мы там, возможно, мы нагелили несколько вариантов решений. Дальше мы оцениваем, приоритизируем эти решения. Мы формулируем требования к MVP. Потом, соответственно, мы начинаем привлекать разработчиков для того, чтобы это MVP сделать. Выпускаем на рынок и смотрим, как бы, а решается ли проблема. Доносится ли та ценность, которую мы ожидали в рамках гипотезы нашего решения, до клиента или нет. И если да, тогда это уже дальше уходит в полноценную разработку. Если нет, может быть, развилка. Либо мы не можем придумать решение, и тогда мы вообще идем снова в новую гипотезу, вообще в новую идею какую-то. Либо мы пытаемся затестировать новую, собственно, какую-то MVP-шку, попробовать по-другому решить проблему. И у каждого из циклов на самом-то деле есть список вопросов, которые я вам рекомендую задавать бизнесу. Потому что если бизнес не имеет ответов на эти вопросы, то вероятность того, что, скажем так, результат вашей работы будет с минимальной ценностью, стремится к 100%. Собственно, в рамках первого цикла и в результате первого цикла, если они дальше хотят делать какого рода MVP, они должны четко понимать, какой клиентский сегмент, какую проблему они решают, откуда она вообще возникла. Собственно, размер этого сегмента, значимая эта проблема, критичная и так далее. То есть они на самом деле по-хорошему должны знать систему, я называю систему жизни клиента. Это то, как живет целевая аудитория. Если вы делаете платформу, вы должны по-хорошему понимать, как работают другие продукты, как работают другие команды. Если вы делаете продукт в B2B, бизнес должен понимать, как конкретно устроена каждый их клиент изнутри. Если вы в B2C делаете продукты, вы должны понимать, в какой момент жизни человек пользуется, какие задачи он пытается для себя с помощью этого продукта решить. Ну и, собственно, дальше должна быть история с зависимостями и с тем, как они будут мерить успех. Ну и коммерческий эффект в том числе. В рамках цикла верификации решения есть другой definition of done. И из чего он, собственно, состоит. Что мы, когда продумываем MVP, мы, естественно, должны тратить минимальное количество ресурсов, потому что мы вообще не знаем, можем ли мы нанести ценность клиенту. Это наши гипотезы. И именно поэтому, собственно, наша задача придумать костыль, с помощью которого мы вообще именно наличие ценности верифицируем. Как бы нет задачи написать красивый код здесь. Но как бы есть задача понять, мы как бы пользу приносим или не приносим, мы проблему решаем или не решаем. И именно поэтому, собственно, есть ряд вопросов, которые вы совместно тоже с бизнесом обсуждаете и проговариваете, что будет хорошим, плохим результатом, почему это там занимает такое-то количество ресурсов, почему оно столько стоит, и является ли это решение целевым с точки зрения организации клиентского опыта, который немаловажен в рамках взаимодействия клиента и компании и продукта. Ну и, собственно, финальная-нефинальная версия, что является целевым решением. Здесь уже как раз вопрос, насколько это с точки зрения корпоративной архитектуры вписывается или не вписывается. И важная еще история – это вопрос информированности клиентов. Вы можете сделать MVP-шку, но если вы не сможете репрезентативную выборку клиентов на нее пригнать, чтобы оценить, приходит ценность или не приходит, собственно, тоже нет смысла что-либо пилить. И есть цикл эволюции, там, оптимизации продукта. Это на самом деле смесь, это вот после релиза. Уже вот мы выпустили продукт, уже есть релиз, он уже как-то работает, но там метрики неоптимальны, клиентский путь не очень оптимален. И, собственно, через итерационный подход нужно докручивать наше текущее решение до целевых. И он как бы состоит по факту из микса первого и второго цикла, когда мы с вами как бы ищем узкие места в рамках продукта. Мы смотрим, что конкретно не работает. Оно работает на уровне технологии, на уровне, не знаю, продаж, на уровне маркетинга. То есть в каком-то месте это узкое место есть, наша задача его найти. И, собственно, дальше их может быть много в рамках продукта, много что может работать плохо. Собственно, мы оцениваем, приоритизируем. Дальше мы, соответственно, вместе с разработчиками понимаем, генерируем разного рода решения, как мы это будем чинить. Собственно, выпускаем обновление, измеряем результат. И, собственно, либо результат нас устраивает, либо мы дальше докручиваем, докручиваем до целевых метрик. И, собственно, вопрос. Зачем вообще я вам все это рассказываю? У меня посыл следующий, что на самом-то деле разработчикам тоже очень важно понимать, как вообще живет клиент. Потому что я на своей практике сталкивался с одной очень такой вроде бы простой мыслью. Но когда разработчику просто даешь задачу в отрыве от контекста, зачем мы ее делаем и почему, разработчик пишет код как бы одним образом. А когда мы, собственно, рассказываем, зачем это нужно, почему, что там будет рядышком, и зачем мы это делаем, то количество костылей, которые разрабатываются в рамках разного рода тасочек и так далее, начинает резко сокращаться. И, собственно, в любом случае, когда разработчик понимает, какую глобальную систему он строит, у него вообще другой принцип написания кода происходит. И именно поэтому я всегда там в своей команде рассказывал, что мы делаем, почему мы делаем, в чем ценность, зачем это вообще надо. И мне очень в этом плане везло, что как бы разработчики начинали больше вовлекаться, и им становилось сильно интереснее работать над продуктом. Это тезис номер один. Тезис номер два. Бизнес должен знать систему жизни клиента. Если к вам приходит бизнес, и он не может ответить на вопросы из дефинишнов дана первого цикла, я не рекомендую вам брать от него эти задачи. По одной простой причине. Потому что, скорее всего, ценность того, что вы делаете, она стремится к нулю. И потому что, скорее всего, в этот момент, если у бизнеса нет ответа, какой сегмент, какую проблему, какой размер, как он вообще оценивает успех, что является хорошим решением, плохим, где вот эта грань между ними, если у него нет ответов на эти вопросы, соответственно, кажется, он делает херню, тычет пальцем как бы в небо и такой, сделайте как бы мою прихоть. И, естественно, это и команду демотивирует, потому что результата, скорее всего, не будет. И бизнес потом будет вас обвинять, потому что ему нужно будет свою жопу как-то прикрыть. А оно как бы кажется, ну, ни нам, ни вам не надо с точки зрения общего результата. И все же, если вам пришлось, скажем так, по каким-то причинам как бы делать задачки, которые, ну, и у бизнеса не было ответа как бы чтобы что, собственно, нужно понимать, что вся ответственность лежит на них. И не ваша вина в том, что там продукт не взлетел, а вина в том, что бизнес на самом деле сам не знает, куда идет. Поэтому бизнесу в этом плане надо помогать и задавать ему правильные вопросы, чтобы вероятность их ошибки была минимальной. У меня все. Давайте поотвечаю на ваши вопросы. Тут есть... Спасибо. Есть ссылочка на мой канал. Я пишу в основном продуктовые темы, которые касаются Product Discovery. Ну и мемчики тоже иногда выкладываю. Вот. И есть ссылка на обратную связь, на доклад. Готов ответить на ваши вопросы. Добрый день. Спасибо за лекцию. Такой... Ну, рассказ. Доклад. Такой вопрос. Как вообще проводить, собственно, верификацию? Потому что, ну, как известно, есть ложь, наглая ложь и статистика. Вот. А если мы рассматриваем какие-то решения конкурентов, которые не массовые, то это уже будет коммерческая тайна и, соответственно, публично эту историю никто не расскажет. Смотри, я, может быть, немножко не понял вопрос. Ну, типа, смотри, как конкретно проверять зависит от гипотезы. Ну, просто да. Зависит конкретно от гипотезы. Ну, то есть, где-то можно сделать лендоз. Где-то... Есть вот... Глеб, передучий спикер, однажды удивился от того, что я, например, практикую такую штуку проверять что-то не под брендом. Ну, то есть, как бы костыльное решение, которое сложно выпускать в рамках большой корпорации по одной простой причине, потому что, чтобы что-то выпустить под брендом компании, тебе нужно соответствовать информационной безопасности и куча-куча разных других регламентов. Это долго и дорого. Но, как только ты как бы свой бренд не показываешь, ты можешь полить туда трафика, там, образно говоря, 10 тысяч пользователей и посмотреть, что происходит, там, кликают, не кликают, покупают, не покупают, там, пользуются, не пользуются, и потом уже понять, а нужно ли как бы что-то полноценное делать уже под брендом. И, кстати, под брендом есть еще очень важная штука, что вот есть большие компании с большим уровнем лояльности. Какую бы херню бы не запустили, будут продажи. И менеджмент периодически как бы покупается на вот эти рандомные продажи. Типа, о, продажи есть, классно, пойдем в масштабирование. А там как бы рандом. Просто люди купили, потому что они бренд любят, а не потому что продукт им нужен. И это как бы ловушка. Поэтому как бы лучше калибровать ценность, ну, как бы с максимальной отвязкой от бренда, чтобы это никак не накладывало. Поэтому как бы если человек на вопрос, как бы как конкретно проверять, зависит от контекста, от самой гипотезы. Ну, то есть, потому что какой-нибудь пример привести, можем разобрать. Ну, вещи индивидуальные. Ну, да, потому что что-то можно лендосом проверить. Что-то можно проверить, не знаю, там, имитировать автоматизацию. Ну, типа у тебя сидит, например, там, не знаю, пять человек, там, ты генерируешь какой-нибудь отчет, ну, и ты сначала, как бы, ты такой говоришь, типа, ну, что вам там в нем надо и так далее, и тому подобное. Ну, там, допустим, для того, чтобы все автоматизировать, тебе надо, не знаю, там, два месяца разработки. Ну, например, у тебя тяжелые какие-нибудь системы, ты из разных систем что-то делаешь, тебе нужно, чтобы какой-нибудь такой файлик не развалился, потому что там какой-нибудь Excel надо собирать, а там объем данных, как бы, Excel рушится, например. Собственно, нужно верифицировать, а что конкретно, куда смотрят, например, и ты имитируешь автоматизацию процесса. Да, у тебя все дольше, ты говоришь, типа, вот вы вот здесь вот кнопочку нажмите, а потом вам придет отчетик. И этот отчетик, на самом деле, собирается не автоматизированно, а там пять человек ручками его собирают, например. Тут же важно в чем? Не важно, это автоматизировано или не автоматизировано, здесь же главное, чтобы итоговый отчет как бы устраивал, не знаю, заказчика, например. И ты сначала имитируешь автоматизацию, как бы, имеет ли смысл вообще как бы вкладываться или нет. Это можно уже за неделю проверить, например. То есть не за два месяца разработки, а за неделю. Как бы, если как бы их отчетик устраивает, то как бы ок, да, тогда мы понимаем, что это ценно, либо мы получаем обратную связь, что так, что не так в рамках отчета, и дальше уже кладем это в разработку, уже лучше понимая, что на самом деле надо. Ну вот, примерно так. Спасибо. Ну то есть как бы с точки зрения методов, как бы это вот, ну, MVP-шки, что-нибудь на зерокоде, всякие, не знаю, могут быть ландосы, могут быть имитации, автоматизации, ну то есть там много вариаций может быть. Сереж, спасибо большое за доклад, было интересно послушать. А скажи, пожалуйста, вот есть такая ситуация, что, например, заказчики иногда напрямую общаются с разработкой. Я имею в виду, что иногда быстрее разработчику пообщаться с заказчиком, выявить какой-то пул требований, офисировать его в каком-то формате и выдать какой-то там результат. Но тут как бы палка о двух концах. С одной стороны, когда это идет мимо ПО и общей команды разработки, теряется общий пул и вижн. Ну, вижн и родмап, давай так. Вот. А с другой стороны, это вроде как убыстряет процесс разработки. И вроде, если заказчик адекватный, то даже и помогает в процессе более быстрой разработки и выкатки фичей. И вот как тут быть? тут смотри, какая штука. Оно контекстно зависимо в том плане, что какую проблему мы решаем. Как бы оно с одной стороны быстрее, но как бы если мы чиним, это ок. Потому что мы понимаем, что надо, как бы там ход фиксы всякие и так далее. Но фишка в том, что если у тебя заказчик приносит решение вот все ближе и ближе сюда, этого вообще нельзя допускать. Потому что если продакт или там СПО как бы не понимает, что вообще происходит, он, во-первых, всей системой не рулит, а во-вторых, как бы в любом случае СПО несет ответственность за продукт. И как бы если это вот такого уровня задачи, то это ок. Чем ближе туда, вообще не ок, а это надо максимально пресекать. Ну, понятно, что чем больше зона ответственности, тем лучше как бы это все. Чем меньше вероятность успеха. Да, 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 точно, точно. Чем выше неопределенность. Потому что у заказчиков может быть идея на уровне типа он такой проснулся с утра, такой говорит, ой, я хочу кнопочку красную. Типа я верю, что она будет лучше, потому что я увидел у кого-то, что она красная и она хорошо работает. Да, спасибо огромное. Спасибо за доклад. Вот я как раз хочу спросить про вот это узкое место. Когда пришла идея, ее вроде как верифицировали, вроде как бы и спрос есть на эту всю историю. И дальше нужно, вот мне как раз про этапы, делать MVP, чтобы уже проверить на практике реально, чтобы люди потыкали что-то поделали. Вот. И вы сказали про то, что некоторые сразу пилят в продакшн. Вот. Ну, в продакшн пилят, наверное, потому что хотят быстрее или что-то типа такого. Но у меня вопрос чуть в другом. А где взять ресурсы на MVP и какие промежуточные этапы, ну, как бы, планирования и так далее, вот даже был для MVP вот именно. Потому что в этот момент чуть-чуть не раскрыт или я не услышал? А, давай расскажу. Смотри. Значит, у тебя есть цикл планирования в Delivery, а в рамках Discovery цикл планирования выстраивается, на самом деле, параллельно. Ну, то есть у тебя Discovery и Delivery это два, вот, надо было, видимо, слайдик сделать такой, короче, два непрерывных параллельных процесса, которые идут как бы один за другим, они могут быть, как бы, с одной стороны, не сильно связаны. У тебя есть планирование Delivery, у тебя есть планирование Discovery. Например, типа, в рамках Discovery там, ну, собираются роли как раз-таки, например, продакт, дизайнер, аналитик, и, ну, я думаю, либо Team Lead, либо CTO, ну, в зависимости там от роли, от оргструктуры и так далее. И у них есть как бы свое небольшое планирование в рамках там, какие гипотезы мы тестируем. И он там, Team Lead иногда нужен, иногда нет, в зависимости от того, как бы, какие гипотезы мы берем. И они идут как бы параллельно. И можно совмещать с точки зрения как бы капасти команды, но только в случае, когда мы вот здесь вот уже придумали, ну, у нас есть какие-то идеи, давайте, наверное, здесь я вот следующий сайт поставлю, когда мы вот здесь вот уже определили, как бы у нас есть гипотеза решений, и мы понимаем, какие роли от команд разработки нам нужны. И мы просто в рамках планирования Delivery синхронизируем уже это с, ну, как бы, с планированием команд разработки. Ну, то есть, если мы понимаем, что нам нужен, типа, один фронтендер, один бэкендер для того, чтобы запилить MVP-ху, мы как бы с TeamLead'ом и как бы продакт здесь как бы договариваются со всеми, что окей, ребят, смотрите, мы вот сейчас на один спринт или на два спринта как бы, ну, одного человека как бы возьмем для того, чтобы сделать MVP-шку. Либо это вообще берет на себя TeamLead. Он как играющий тренер в этом плане. То есть, типа, разработчики пилят, а я как бы, ну, MVP-шкой занимаюсь, потому что я знаю, как это сделать. Это быстрее, проще, дешевле. Про небольшие успешные метрики. То есть, сколько гипотез в неделю или там в месяц вы тестируете, сколько из них удачные, и как ты вообще понимаешь, что вот это мы внедряем, а это не внедряем? Спасибо. Смотри, есть критерии приемки. Ну, давай так, начнем по порядку. Хорошая конверсия, когда из там десяти идей одна-две выстреливает. Это хороший показатель, но он в целом и рыночный такой. Сильно зависит от насмотренности и уровня экспертизы на рынке. Ну, то есть, у хороших, прям крутых команд там конверсия может быть процентов 30. Наверное, вот прям это прям у хороших команд. Про критерии приемки. Смотри, есть история, относительно которой мы генерируем вот эти идеи, и вот эти идеи, на самом деле, почему должен быть отдельный бэклог идей, потому что у тебя есть контекст твоего продукта и текущее значение там метрик продукта. И в зависимости от того, как бы, что у тебя со стратегией, что у тебя с воронкой, что у тебя с текущими показателями клиентского пути, что у тебя с продажами, что у тебя там, не знаю, с видением и с тем, что происходит на рынке вокруг, приоритизация этих идей может быть разная. Ну, типа, в этом квартале у нас болит вот это, потому что, ну, то есть там, клиентский путь просадился, и это наше узкое место, мы должны его подчинить. И через квартал может быть вообще другое, мы перерапевтизируем эти идеи и будем брать вообще другие гипотезы какие-то. И фишка в том, что вот на этом этапе мы прорабатываем критерии приемки. Когда мы формулируем гипотезы проблем, мы формулируем критерии приемки этих гипотез. Ну, то есть, как мы оценим успех, это как раз история... А, ну и, собственно, насколько проблема критична, значит, он блогер или нет. Собственно, мы здесь как бы говорим, вот представьте себе, вот вы делаете продукты, у вас целевая аудитория миллион человек. Вам нужно заработать... Ну, смотри, вам нужно, там, чтобы выполнить цель, вам нужно 100 тысяч клиентов. Это значит, что у вас должна быть конверсия не меньше 10%. Потому что если она будет меньше 10, вы цель не достигнете. Вот у тебя один критерий приемки. Ну, то есть, это значит, что если мы возьмем выборку из 100 клиентов, ну, я сейчас грубо говорю, ну, как бы из 100 клиентов, и мы там проверим гипотезу на... как бы со 100 клиентами, если там будет конверсия меньше 10%, ну, все херня нас так цель не несет. Берем другую гипотезу, потому что нам важно, чтобы было не меньше 10 и 100, потому что нам нужно 100 тысяч из миллиона. И ты таким образом как бы продумываешь вот эти критерии приемки, исходя из той цели, которая перед тобой стоит. Там... и еще от ресурса, который у тебя есть. Потому что ты можешь взять критерии приемки ниже, при условии, что у тебя есть время и ресурс, чтобы потом проверить еще другие гипотезы, чтобы еще там какие-то другие проблемы порешать и как бы совокупно к концу года выполнить цель. И тогда критерии приемки... То есть у тебя в начале года на самом деле критерии приемки могут быть сильно слабее, чем в конце года. Так, у нас есть еще вопрос из онлайна. Спасибо за доклад. Вопрос. Что делать, если бизнес не знает, какой доход принесет данный продукт? Бизнес никогда не знает, какой доход принесет его продукт. В смысле, они могут только верить и надеяться, мне кажется. У них есть гипотезы. И знать как бы, ну, навряд ли могут. То есть у них есть цель. И в рамках этой цели как раз-таки у них есть ряд идей, которые они верифицируют для того, чтобы это достичь. Что конкретно делать? Ну, по факту, нужно выстраивать как раз-таки историю с Discovery. Я с этим пультиком чувствую себя как в компьютерной игре какой-то. Она такая, как из Counter-Strike какая-то. Собственно, нужно, собственно, тестировать разного рода гипотезы, как конкретно достигается цель и придумывать идеи. То есть если бизнес не знает сколько он хочет денег заработать или он не знает как зарабатывать деньги, но, соответственно, это такое R&D бизнесовое и это как раз про первые два цикла. Такой специфичный вопрос. Ну, риторический, да. И, видимо, от того же автора продолжение. Вопрос номер два. Это, видимо, крик души. Сделайте нам такие же фичи, как у конкурентов. Без понимания, у какой фичи выше выхлоп. Вероятно, вопрос в том, состоит как быть, может быть, как отрабатывать такие запросы от стейкхолдеров? Когда кричат о том, что сделайте такие же фичи, как у конкурентов, как бы они сами должны в том числе ответить себе на вопрос. То есть это же звучит о том, типа, давайте-ка мы догоним конкурентов. Ну, то есть понятное дело, что им важна скорость. И тут вопрос, как бы, а они понимают, какими основными свойствами эти фичи на самом деле должны обладать, чтобы не попасть в ловушку, что мы копируем у конкурентов то, что плохо работает. Ну, то есть мы все равно даже когда копируем, мы все равно должны понимать, зачем. Мы должны хотя бы примерно понимать, какие метрики у конкурентов при этом, ну, хотя бы хоть как-то примерно понимать, какие они у них, чтобы понять, как бы это стоит копировать или не стоит. Потому что бывает такое, что там кто-то запилил что-то, еще непонятно, работает это или не работает, а стейкхолдеры уже такие бегут, типа, надо срочно это внедрять, потому что это офигенно. Но как бы надо немножечко остановиться, сделать паузу и вообще подумать, а оно нам сейчас в рамках нашего контекста уместно или неуместно. У меня было такое в опыте, кстати, когда воронка продукта не работала, пришел стейкхолдер, ну, там были провалы, и мы гнали трафик, и по факту мы гнали трафик впустую, потому что народ не мог пользоваться продуктом, не получал ценность. И приходит такой стейкхолдер и говорит, типа, надо срочно запилить эту фичу. И я такой говорю, типа, ну, у нас годовая цель как бы в деньгах. Ты сейчас меня просишь запилить фичу, сделать эту интеграцию, она вот прям сейчас нам как бы не починит воронку и с точки зрения общей динамики как бы, ну, нет смысла ее чинить, потому что сначала надо починить воронку, чтобы мы начали зарабатывать деньги, потому что сейчас мы их не зарабатываем. И как бы, и потом уже докручивать разными другими доп. функциями. Как бы, это нормальная история, как бы проговорить, как бы, какие сейчас текущие приоритеты. И даже когда вы там догоняете рынок в любом случае. Ок, спасибо за ответ. Еще вопрос. Сколько в процентном соотношении примерно у вас уходит на поддержку и исправление багов, реализацию законодательных требований и на развитие продукта? Слушай, зависит от очень сильно, потому что если мы говорим про банковскую сферу, там очень много нормативки, которая вообще в рандомный момент прилетает. Если мы говорим про какой-нибудь E-ком, там нормативки вообще практически нет. Ну, в смысле, она есть, но не так много. А если мы говорим про... Короче, зависит от контекста. То есть, нельзя сказать, что прям есть какая-то жесткая пропорция. То есть, есть история, что 20% бэклога закладывается на решение внезапных каких-то историй. Это да. Но так, чтобы мы прям мерили, сколько на нормативку уходит. Может, в какой-то квартал вообще ничего не уходить, в какой-то квартал может еще 50% бэклога на это быть. Ну, то есть, очень контекстно зависит. Ну, возможно, упростить тогда вопрос до сколько ты чинишь, а сколько бежишь. В среднем по больнице, видимо. Тоже зависит от зрелости командной разработки, на самом деле, во многом. И, кстати, это вот тема пленарки следующей. фишка в том, что вот это стадия, когда у нас что-то сломалось. Вот это стадия, когда мы делаем там продукт и зачастую делаем его первый раз, у нас нет никакой истории. Вот первые несколько лет, наверное, первые там пару лет, наверное, он в состоянии, типа, догоняем. А потом мы уже начинаем где-то закрепляться. И вот здесь первые два года там discovery очень мало. Там гипотез очень мало, потому что, ну, понятно, что делать. Вот здесь вот они уже все больше и больше появляются какие-то гипотезы, какая-то отстройка происходит. Здесь вообще все только на гипотезах. Здесь вообще все только через MVP, не имеет смысла катить что-то большое, потому что есть много кейсов, когда большие компании такие, сейчас мы в искусственном интеллекте, короче, запустим какую-нибудь умную колонку и потом хоп, и нет 300 миллионов рублей. Ну, просто потому что потратили, а продукта нет. Ну, короче, как-то так. Спасибо огромное. Если есть вопросы в зале, вот есть, рано. Можно подойти, да? Вот смотрите, вы говорите про продукты, а есть еще вещи, которые продаются, как бы это выше продукты, это категория. Вот, для примера, DFC-Cops это, допустим, категория, да, а сканер это продукт. Вот, не пробовали сделать то же самое относительно категории? Есть компании, которые продают, ну, то, что называется мечта. Это на самом деле есть, они формулируют категорию. То есть, это то, что люди, так сказать, покупают сейчас, а востребовано будет позже. Вот, не пробовали сделать аналитику подобного? Ну, вот, если честно, история про то, что люди, как бы, покупают сейчас, а востребовано будет позже, это история про… ну, я, может быть, поточню, вы поняли, да, вопрос? Есть компании, которые живут в убыток, там, 10 лет, но акции растут экспоненциально. Да, да, да. А это история про другое. Это история про вижн, про тренды и про early adopters, ранних последователей, раннее большинство, позднее распределение мура. И вот оно про вот это. Но фишка в том, что логика про сегмент, проблему и решение, она та же самая, просто у вас сегмент пока маленький, но вы в рамках тренда понимаете, что он растет и что через 10 лет сегмент будет огромным. Ну, просто потому, что технология растет. Но фишка в том, что если у вас, как бы, вы не нашли сегмент вот этих вот early adopters, если вы на них не вышли, если вы с ними там напрямую не взаимодействуете, вы, ну, не понимаете систему их жизни и, соответственно, вы не можете сделать этот продукт, потому что у вас есть всегда дыра между early adopters там ранним большинством и early adopters ранними последователями и ранним большинством и там всегда есть как бы, ну, большой пробел. По одной простой причине, потому что раннее большинство покупает продукт, основываясь на отзывах. И, а зачастую, как бы, новые продукты, новые технологии, они как бы, ну, не очень зрелые с точки зрения функциональности, там есть разного рода баги и так далее, и early adopters и ранние последователи, они с ними мирятся, потому что для них ценность важнее клиентского опыта. Но когда мы говорим про большинство, им важен клиентский опыт. И чтобы вы его, как бы, докрутили до понятного, внятного уровня качества, на это уходит какое-то время. Поэтому там всегда есть так называемая долина смерти, когда многие стартапы не успевают докрутить, не успевают добежать до больших денег и поэтому загибаются. Хотя идея может быть хорошей. А это может быть общий тренд, технологический, там на 10 лет, например. Но логика про сегмент проблему решения все та же самая, просто сегмент пока маленький, но он растет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова